всем здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале рисуй скетч сегодня мы с вами нарисуем новогоднюю открытку года это тигр и для работы нам понадобится я взяла акварельную бумагу легкая текстура размером 13 на 15 принципе может быть это любой формат какой вам удобен можно использовать как карточку допустим да то есть без перегиба смотрите какой формат вам больше откликается и на том формате мы будем рисовать сегодня мы рисуем в технике скетчинг акварельный скетчинг и нам понадобится для эскиза обычный карандаш клячка и балластик также линер водостойки у меня 0 1 от микрон конечно же акварель я пользуюсь невской палитры и для расставления акцентов мы с вами возьмем белую гелевую ручку меня 8 номер от гелиро гелеру надеюсь правильно произнесла и давайте приступим к эскизу за основу я взяла мордочку нашего тигра который будет держать гирлянду с надписью новым годом с новым годом и мы сделаем ему небольшой новогодний аксессуар моем случае это будет новогодняя шапка ну я просто призываю вас всегда добавлять что-то свое любые уроки можно использовать шапку-ушанку например либо ободок такой с рожками либо такие наушники до которые носят обычно дети зимой и мы с вами давайте приступим для начала мы с вами найдем середину нашего листа давайте так вот примерно данном глаз пометим далее мы с вами намечаем основное расположение у нас будет с вами вот такая вот мордочка карьера будет занимать достаточно много места примерно вот такую вот форму колокола мы придадим у нас будет у края давай где засечка будет одна лапка здесь будет другая лапка ну пока просто располагаем наш акцент будет у нас наш тигры держать надпись и здесь мы расположим с новым годом также у нас будет наша шапочка давайте сразу ее примерно прикинем как она будет у нас располагаться вот как и теперь когда мы видим что у нас все гармонично располагается мы уже можем приступать к более детальной прорисовки и давайте начнем с нашей мордочки мордочка у нас будет иметь как я сказала ранее такая форма колокола давайте сделаем так дальше мы с вами мы тратили сделаем середину да то есть мы от макушечки до середины и здесь примерно где-то мы поймали середину теперь чуть выше мы огибаем как бы такую надбровную тугу и уходим вниз напоминают вот этот новогодний кренделек такой же кренделек мы рисуем с этой стороны и старайтесь чтобы у вас низ был достаточно широкий здесь у нас будет располагаться носик тигра вот так мы его рисуем такой галочкой а здесь будут милые глазки глазки такой дугой обозначаем далее рисуем ротик вниз и улыбочку низ намечаем небольшой подбородочек и внизу обозначаем вот так вот такой неровной линии мы обозначаем гриву такой небольшой у нас тоже вот это и не лев но у тигра тоже есть криво перестираем все лишнее намечаем одно ушко можно наметить и второе если у вас будет что-то иное кроме шапки у меня здесь будет располагаться шапка поэтому я сразу же прорисовываю шапку одно ушко у меня будет видно а второе будет скрыто за шапкой сразу стираю все лишнее при этом нужно в принципе ушко вытащить из-под шапки сделать его вот так вот слегка бок давайте так и сделаем разделим шапочку на пляжей с которой у нас потом будет появляться объем прорисовываем саму шапку не забываем что здесь у нас идет сгиб и делаем такую пушечку так далее не забываем что тигр у нас учета полосатый рисуем три полосочки наверху раз-два-три можно нарисовать полосочки сбоку такие 1 2 3 и то же самое сделать с этой стороны 1 2 3 дальше мы с вами прорисовываем нашу лапку просто из вот таких вот овальчиков можно указать ноготочки здесь мы с вами нарисовали уже линию да на которой на прищепках мы напишем с новым годом разами я сделаю небольшую гирлянду мы пока просто ставим такие кружочки позже мы их соединим линию собственно говоря вот и все наша открыточка готова приступаем к работе с линером хотя нет давайте мы еще вот сюда в край шапочки сделаем небольшие небольшой декор и из листьев с ягодками я если честно опять как всегда не знаю как они правильно называются но это вот такие острые листочки с красными ягодками вот теперь точно все и можно дополнить 2022 циферки в принципе они здесь как раз гармонично будут умещаться давайте их напишем не бойтесь пусть у вас цифру будут неровные кривые скетчинге это наоборот придает живости и какой-то вот такой скажем так личного настроения до передает все идем дальше я использую водостойкий линер обязательно перед тем как работать акварелью возьмите и проверьте свой линер отдельно на листья бумаги как это делается это можно просто кстати забыла вам показать заранее нарисовала шапку ушанку такие рожки долине и наушники как можно было это отобразить и проиграть и линера мы просто делаем линию на акварельной бумаги чуть-чуть ждем потому что линер все равно должен слегка подсохнуть и обычной водой рисуем по этой линии если линия не растекается то значит линер водостойки и и можно работать перед акварелью если растекается тогда мы сначала работаем акварелью и после того как акварель высохнет мы проходимся в расставляем акценты линером и так начинаем обводить наши глазки делаем линию сразу же по толще слегка слегка уплотняем в начале глазика как бы получается такая некая капелька дальше обозначаем наш носик также можно поставить небольшие такие точки на конце улыбочки сделать сразу намеки откуда будут уходи выходить усы и обводим наши полосатые линии пушка причем пушка можно слегка делать такую прерывистую линию чтобы был намек на шерсть 8 вот наш колокол делаем такими прерывистыми линиями и внизу да не забываем что у нас здесь не ровный колокол а намек на гриву также слегка уплотняем именно нижнюю линию оказываем наше выглядывающие ушко теперь шапочку мы делаем такой такими барашками неровной такой барашкистой линии передаём форму до передаем форму и текстуру наши шапочки там где мы делали линии мы просто делаем такие тоже зигзагообразной барашкой барашкистые разделения обводим наши листочки декоративными красными ягодками старайтесь обводить более живой более такой естественной линии и то же самое проделываем с нашей с нашим колпачком да также мы такими же зигзагообразными линиями показываем текстуру нашей вот этой пампушечки далее приступаем к ноготкам лапка обозначили ноготки то же самое проделываем и с другой лапкой можно делать прерывистую линию не обязательно не делать прямо от сих до сих обводим наши буковки и снизу опять же придаем объем то сделаем линию слегка толще прорисовываем наши фонарики огонечки которые будут светиться и также такой простой более легкой линии мы эти огонечки соединяем то же самое проделываем и с цифрами и давайте сделаем такие небольшие засечки которые придадут какой-то динамичности нашему скетчу теперь мы это все очищаем от карандаша и приступаем к акварели я буду использовать в работе кисть синтетика шестой номер с острым кончиком недавно приобрела кисть от рублев тоже с острым кончиком это тоже синтетика но имитация белки мне эта кисть очень понравилась и она очень управляемая легко ее предугадать куда она поведет акварель и сколько воды будет на кисточке поэтому я буду использовать ее для более детальных мелких линий я буду использовать лайнер если нет лайнера можно использовать любую синтетику второй либо первый номерок я подготовила палитру и чистые сухие салфетки 5 для того чтобы убирать лишнюю влагу с кисточки давайте приступим к наша любимая акварель и так для начала мы с вами проработаем нашу мордочку для мордочки мы будем использовать такие цвета как сена натуральная золотистая тициановая и сена жжёная посмотрим как она у нас будет себя вести можно делать заливку сразу же до низа заходя на наши полоски на что полоски будут темнее и мы с легкостью их перекроем более темным цветом единственное что мы с вами обойдем глазики то есть вот эту часть так где глазик он будет светлый будет светлый наш ротик мордочка вот это то есть у нас вот эта часть будет вся светлая и мы ее обойдем либо сделаем такой более охристой для начала давайте смочим нашу мордочку можно прямо все ее так смочить даже наверное давайте зайдем полностью еще мордочку смочим и пройдемся охры желтой возьмем желтую охру либо любую охру такую более более светлого оттенка и спокойненько затонируем всего нашего тигренка так дальше давайте наберем золотистую если нет золотистой можно использовать сбой оранжевый который есть ваши палитре и будем сверху потихоньку уносить нашего тигра главное обходите вот эти светлые части которые я сказала то есть там где глад глазик и где сама мордочка несли аккуратно этот цвет далее берем тициановый более такое насыщенно оранжевый снять тицианова то можно добавить каплю оранжевого ваш твой каплю красного ваш золотистый и сверху под шапочкой также внесем этот тициановый и с краю самого края чтобы у нас получается по краям были такие заметные утемнение при этом давайте-ка добавим давайте возьмем снова золотистый золотистым с охрой желтой пройдемся по носику потому что носик то у нас не белый я почему-то его прошло вот так далее то же самое смачиваем наши лапки которые нам видно и работаем сначала золотистый буквально нам надо просто внести в пигмент да в нашу вот в этом смоченную область пигмент уже сам распределяется дальше берем тициановую и тоже тициановые более насыщенно в серединку добавляем лишнюю воду обязательно убираем что у нас не было луж вот такой получается у нас тигренок давайте пока сами его подсыхать так вот наш тигренок подсыхает давайте теперь перейдем к нашей шляпе для начала мы с вами сделаем мягкие части мы будем конечно же использовать цирулиум и опять же будем писать по мокрому эти более такой легкий возьмем цирулиум побольше разбавим водичкой и смачиваем нашу пушечку и просто вносим туда наш с рулем при этом когда вы смочили лучше лишнюю воду с кистью убрать чтобы у вас не получилось много воды а было больше пигмента можно еще добавить просто каплю воды чтобы эта капля потом когда высохнет у вас получились такие красивые акварельные подтеки то же самое делаем и с нижней частью шапочки сначала смочили водичкой потом убрали лишнюю воду с кисточки берем цирулиум и цирулиум цирулиум этот вносим нашу мокрую шапочку что такое причем оставляйте светлые места желательно именно вот в этих моментах где мы с вами делали такие перегибы если у вас цирулим лежал в принципе ничего страшного здесь у нас будет темной линии но можно под собрать то есть кисточку вымыть вытереть ее об салфетку либо убрать руками лишнюю влагу и пройтись далее мы с вами опять вымываем кисточку берем просто влажную кисточку и капаем пока никаких чудес не видно но когда все это подсохнет то от воды будут подтеки и у нас получится такая прямо красивая текстура нашей шапочки давайте пока нарисуем огонечки для огонечков мы можем использовать либо желтый либо даже к 1 лимонный цвет я буду использовать желтый с золотистым перемешку и просто мы с вами обозначим наши огоньки можно их сделать разноцветными до красный зеленый синий но я хочу сделать такие золотистые то продолжаем с вами дальше работать над тигренком у нас все высохло далее мы с вами будем делать колпачок колпачок у нас конечно же красный можно взять даже розовый рубиновый то есть любые красные оттенки какие у вас есть и которым у вас лежит душа мне хочется сделать знаете в последнее время заказала неоновый розовый вернут сюда не очень подойдет не очень подойдет нет я буду все-таки делать рубиновую шапочку рубиновый цвет возьму с неоновый розовым до маленько и мы с вами рубиновым цветом проходимся сверху вниз покрываем слегка оставляя вот такую белую окантовочку от нашего генера и проходимся вниз вам кисточку и пока убираем лишнюю главу и пока наша шапка до конца не высохла мы добавляем буквально каплю фиолетового наш рубиновый получать ску более темный цвет и проходимся им капаем вот здесь вот на сгибе где нам нужно показать тень да вот здесь вот под лепесточками делаем более темные с нижней стороны загиба и у ягодок ягодки у нас будут красные поэтому нам надо чтобы они у нас не сливались поэтому ягодок мы тоже аккуратненько проходимся этим более темным таким более насыщенным рубиновым цветом даст капли фиолетового буквально вот такие такая ярко шапочка у нас получилось замечательно пока шапка сохнет мы с вами обозначим наши тигровые полоски для них мы возьмем цвет индиго и капли фиолетового получится такой более насыщенный более глубокий цвет но при этом не черный и мы просто с вами обходим наши тигровые полосочки все тигровые полоски которые мы намечали чтобы у нас уже был настоящий тигр предлагаю оформить наши новогодние буквы принципе можно здесь и брать либо любой однотонный цвет либо можно вообще сочетать совершенно разные красный зеленый синий и желтый как вам нравится я наверное буду использовать не знаю даже наверное зеленый возьму цвет почему-то мне не хватает зеленого желтого зеленый можно взять кадмий лимонный и такой более насыщенный яркий зеленый цвет так как у нас нету ни каких-то елок веточек а все-таки у нас новый год ассоциируется с елкой в первую очередь и как-то вот зеленого не хватает сразу же закроем листочки которые у нас здесь для них я смешала до желтый зеленый который у меня был с кадмий лимонным и капля индиго такой более глубокий зеленый цвет им аккуратно закрываем наши веточки таким образом у нас еще с вами идет перекличка да то есть с основным главным героем и нашими буквами что у нас присутствует зеленый цвет и там и там напишем наши ягодки ягодки напишем карминовым цветом таким более розовеньким более светленьким и не забываем оставлять блик на каждый из ягодок то есть мы просто с вами не до конца до закрашиваем ягодки вот таким образом в принципе наш тигр уже готов единственное мне осталось еще внести хочется мне блесток до час попробую у меня есть вот такая акриловая краска она идет под золото и мне захотелось более такими золотыми огонечками видеть нашу гирлянду если у вас нет в принципе ничего страшного просто посмотрим как это будет выглядеть мне что захотелось прям вот каких-то золотых волшебных огоньков добавить мне нравится эта краска тем что она блестит создает такой волшебный блеск давайте сейчас расставим акценты наши белой гелевой ручкой мы с вами пройдемся по нашему вот этому помпончику то есть можно вот прям такими вот загибали нами заказали нами пройтись по нашей шапочки показать таким образом еще более четко наш текстуру можно сделать блик на носике давайте слегка сверху обведем на наших цифрах как будто при порошили снегом на местами и на буквах это сделать также слегка выделим наши тигровые до полоски чтобы они больше так заиграли заблестели можно на шапочки показать на сгибе катки обозначить ввести вот такая легкая и быстрая открыточку у нас с вами получилось здесь можно написать какие-то теплые откровенные слова для своего близкого человека поздравить его с новым годом может быть написать какой-то стих от души и я думаю такая открытка станет замечательным дополнением к любому подарку рисуйте вместе со мной выкладывайте свои новогодние открыточки в инстаграм с хэштегом рисуй земля скетч обязательно их прокомментирую мне всегда нравится смотреть за вашим успехом и не забывайте что совсем недавно у меня появился канал на telegram telegram где мы отмениваемся опытом и общаемся друг с другом